Незаметно для многих прошла презентация доклада холдинга Минченко под названием Политбюро 2.0. Экспертный холдинг во главе с российским политтехнологом Евгением Минченко продолжает анализировать политический расклад в верхних эшелонах российской власти. Его первый доклад Политбюро 2.0 сделал очень много шума. После этого вышло еще несколько докладов на эту тему. Первая часть называлась «Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 2.0», затем вышли Политбюро 2.0 накануне перезагрузки, правительство Дмитрия Медведева «Итоги и перспективы», Политбюро 2.0 и «Пост Крымская Россия», Политбюро 2.0 и «Сирийский Гамбит». Ну и последняя часть на сегодняшний момент Политбюро 2.0 – реновация вместо демонтажа. Интересно, что сравнение Политбюро 2.0 очень четко передает всю структуру построения власти в Российской Федерации по принципу и по аналогии предыдущего Политбюро во времена Брежнева и следующих старцев. Членами Политбюро становились люди не столько профессиональные, сколько лояльные первому лицу. Именно по этому принципу Владимир Путин создал свое собственное Политбюро. Группа экспертов, готовящая этот доклад, считает, что к самым высшим эшелонам этой элитной группы относятся 8 человек. Это премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, недавно сделавшийся членом Политбюро, глава Ростеха Сергей Чемизов, бизнесмен Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, глава Роснефти Игорь Сечин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. Предполагается, что именно на этих людях и держится вся система путинизма. По мнению экспертов консалдинг Минченко, вся власть в России разделена на две группы. Одна из них сформирована вокруг Дмитрия Медведева, позиции которого за последнее время очень сильно пошатнулись. Другая группировка консолидируется вокруг Игоря Сечина. И тот и другой, по мнению экспертов, имеют одинаковый вес в глазах Владимира Путина. Он, кстати, по гороскопу весы и в этом случае играет роль весов. То есть он лавирует между этими двумя группировками и Игорь Сечин и Дмитрий Медведев персонально преданы Владимиру Путину. И Игорь Сечин и Дмитрий Медведев заинтересованы в том, чтобы Владимир Путин продолжал оставаться на своем посту. Подозрения о том, что Алексей Навальный является проектом Кремля, имеют под собой основания. Вернее, говорят эксперты этого консалдинга, они используют Алексея Навального в качестве инструмента или тарана одной башни Кремля на другую. Другими словами, Игорь Сечин пытается устранить своего главного конкурента Дмитрия Медведева. Злые языки в Кремле утверждают, что эти два человека практически не переносят друг друга. Большинство членов Политбюро 2.0 не заинтересованы к возврату модели Путин-Медведев образца 2008-2012 года. Выбиванием Медведева из числа потенциальных кандидатов в президенты в 2018 году, то, чем и занимается непосредственно Алексей Навальный, естественно, по заказу других заинтересованных лиц. Иначе бы Алексея Навального давным-давно не было в живых в такой стране, как Россия. Поэтому лично я не воспринимаю Алексея Навального серьезно. Алексей Навальный, как и говорят эксперты, всего лишь инструмент в чьих-то руках. Его снабжают информацией, против него создается определенная медийная картинка, которая очень симпатична молодым людям и прочим оппозиционерам, мечтающим о свободной и демократической России. На самом же деле Алексей Навальный никогда не попадет в члены Полетбюро. Скорее всего, он выполнит какую-то роль за определенные дивиденды. Будущий президент России, по мнению всех 62 экспертов, будет один из членов Полетбюро. По мнению экспертов, на эту позицию выбран Сергей Шойгу. Последнее время он все больше и больше мелькает с Владимиром Путиным. Его готовят на роль преемника Владимира Путина. Владимиру Путину очень выгодна конкуренция между двумя так называемыми башнями Кремля, потому что он играет на условиях подобных. Кто поддержит меня лучше всех, или кто предложит план на 6 лет. Прежде всего, деловито определяются стратегические задачи этой бригады на ближайшие 2012-2022 годы. Династический этап. Первое. Дальнейшая конвертация власти и собственности через новый этап приватизации использования бюджетных средств и преференции со стороны властных структур для развития прибыльных бизнесов. Второе. Обеспечение передачи, обретенной в 1990-2000-х годах собственности по наследству, создания потомственной аристократии. Третье. Обеспечение легитимизации приобретенной собственности на Западе. У каждого из преступников, решающих эти три эпохальные задачи, есть, как это и принято в уголовной среде, свое погоняло Михаил Иванович, Косой, Гангрена, Солдат и прочие. Но как явствует из названия и содержания доклада Менщенко, в нем речь идет не просто о преступниках, а о правительстве, о так называемом политбюро, о руководителях державы, постоянного совета безопасности ООН. В этом и парадокс. Небольшая группа мафиозных бандитов захватила власть в большой стране. Триада жизненных установок всей поголовно-российской правящей верхушки, начиная с самого богатого человека в мире, узкая группа богатейших чиновников-бизнесменов, которым в течение последних десятилетий принадлежит реальная политическая и экономическая власть в России, несмотря на крайне плачевные для страны результаты своей деятельности, все еще убеждена в своем священном праве и в своей исторической миссии оставаться и впредь несменяемой и неизбираемой кастой и требует продолжения банкета. Сложившаяся в России модель хозяйствования абсолютно неэффективна и ведет к омертвлению всех социальных тканей и необратимой деградации общества. Захватившие государства воры в законе освобождены от ответственности частного собственника. Их компании в кавычках никогда не разорятся, не обанкротятся, как бы высок не был уровень личного потребления их владельцев и бенефициаров, и как бы низок не был уровень эффективности их управления. Номенклатурная пуповина, связывающая в конце 80-х, начало 90-х, новорожденный российский капитализм с властью не только осталась неперерезанной, но и выросла в огромную ненасытную кишку. Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России. Путинизм – это война, это консолидация нации на почве ненависти к какой-то этнической группе. Это наступление на свободу слова, информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и экономическая деградация. Путинизм – это воспользуемся излюбленной лексикой господина президента, контрольный выстрел в голову России.